Доброго времени дня, Жанна и дорогие зрители. Наши зрители уже немного познакомились с Жанной Нестеренко, с удивительной женщиной, которая сделала сама себя своими руками, вопреки прогнозам своих родственников, которые хотели приговорить ее к пожизненному лишнему весу. Эта женщина не смирилась, и она использовала все возможные методы, которые только были в ее арсенале, возможные и невозможные, я бы даже так сказала. Жанна привела себя в ту форму, о которой она мечтала, и она продолжает оставаться в этой форме. И сегодняшнее видео мы посвятили теме условного голодания не случайно, потому что Жанна, так же, как и я, в свое время прошла эту практику. То есть тема условного голодания Паганян – это не что-то новое для Жанны, она знакома с этим на своем личном опыте. И сегодня мы собрались специально для того, чтобы обсудить все плюсы и минусы, или все за и против этой темы, потому что очень много сообщений мне приходит от людей, которые и хотят эту практику для себя, и боятся этой практики, потому что мнения самые разные. То есть интернет просто наполнен отзывами, впечатлениями, как положительными, так и отрицательными. Сегодня с Жанной мы расскажем о нашем опыте, о наших за и против, и, возможно, этот диалог будет вам также полезен. Жанна, ну, давай начнем с того, что, скажи, когда в твою жизнь пришла эта практика, и насколько быстро ты приняла решение, что тебе это нужно? То есть как тебе это отозвалось вообще? Ну, вообще, само голодание, вот это, это у меня было в прошлом году, в июле, 22-го года. Ну, самое главное, что меня сподвигло, это чувство страха. Чувство страха того, что у меня с желудком что-то очень плохо. Вот. Ну, то есть вот это первое было, это не похудение, ни что-то там вообще еще кому-то что-то доказать, нет. Вот именно что меня двинуло чувство страха. То есть если бы не это состояние, то, ну, я бы, думаю, что я, наверное, не решилась на это. То есть для меня это был просто такой уже отчаянный поступок в первую очередь. Я думала, что у меня уже, ну, то есть сильно болел желудок, и я так думала, что у меня там, наверное, все, уже, наверное, язва, уже там что-то ужасное такое, что что-то надо с этим делать, потому что я перепроверила все, что могла в своем организме, там, ЖКТ, да, все проверила, и выяснилось, что это все дело в желудке. И как-то мне рост, так и вышла информация про Марву Огоня. Я так смотрю, что это бабуля, значит, что-то рассказывает, какие-то умные вещи, про голодание, интересная бабуля, значит, я так это, ну, конечно... Можно доверять, да, если бабуля. Ну, посмотрела, кто она, что она, думаю, ну, вообще, как бы, то, что травы сразу срезонировало со мной, что я травами пользуюсь, я их буду каждый день, это вообще... Думаю, мед, ну, тоже классно, лимон, ну, блин, вот так вот, думаю, я смогу. И, да, и я, можно сказать, вот сегодня я это посмотрела, ну, наверное, дня два-три я наблюдала, смотрела, потом мне попалось вот твое видео, ну, потому что вроде как там, да, по вот этой теме, и раз смотрю, а, я как раз, я нашла, я стала искать, кто еще так голодал, вот. И мне выскочила ты, прям вот твое видео, что вот я сегодня, прям первое, я захожу сегодня там, голодание, опа, опа, ну-ка, интересно, дай-ка я погляжу, тут вот человек тоже решилась, значит. И я действительно сначала где-то дня два или три наблюдала, смотрела за твоими видео, как ты там все рассказываешь, да, ну, последовательность, как ты себя чувствуешь, как там это. Я так сижу, думаю, ну, я тоже так, в принципе, смогу, нормально все. И буквально вот после того, как я всю эту информацию нашла, ну, прошло, наверное, дней пять, и на шестой день я уже зашла в это голодание. Многие там, ну, спрашивали меня, как ты так без подготовки, там все. Ну, подготовка мне не требовалась, потому что я уже на тот момент питалась так, что, ну, не мясо там, ничего, максимум были желтки и яиц у меня в рационе, там масло сливочное, там, да, ну, как-то вот такие жиры. И у меня было настолько питание такое, что мне не надо было подготавливаться как-то, чтобы отвыкал там организм как-то от таких продуктов, там, не полезно, да. И вот я просто, я сама по себе человек такой, я просто, если чётко приняла решение, то я его как бы беру и делаю. Вот, и всё. И я прям вот с следующего там дня, уже не помню, какой конкретно был день, да, я записала видео, почему я иду в это голодание, то есть начала вести свой видеодневник, только что как ты, вот, ну, просто поделиться своим опытом, и для себя же, опять же, вот, осталось. Да, 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 да. Да, и вот так вот я, вот так вот началось моё голодание. Ага, и ты прошла этот курс, и что, ну, что ты почувствовала по окончании этого курса? То есть что было с желудком, что было вообще вот с тобой, с твоей физической формой, что, какие результаты были? Значит, по поводу физической формы. Минус три с половиной килограмма. То есть это вот, во-первых, была не моя цель, да, похудеть. Ну, естественно, похудение всё равно, ну, было, да, то есть как бы при такомне неизбежно. Вот, это вот чисто физически. Потом мне понравилось, что у меня почистилась кожа, то есть я прям такая, прям чистенькая, свеженькая, прям, ну, так прям вообще классно выглядела. Ну, вот именно вот, у меня у нас вид кожи. А по состоянию, то есть у меня, конечно, запросов по самочувствию было много, то есть как раз в своём первом видео вот этом я там рассказываю, прям список у меня был, от чего я хочу избавиться. То есть что у меня вообще накопилось внутри моего тела, да, какие-то там есть хронические заболевания, вот мигрень там в том числе была. И вот по поводу желудка, вот всё, на протяжении всего времени голодания, да, пока вот 21 день, у меня желудок вообще не болел. Вот меня это так радовало, я даже забыла про него, реально. Я забыла, что у меня он там есть, потому что я его не чувствовала, то есть он мне не болел. Само собой, после того, как я вышла из этого голодания, да, там вот на протяжении очень долгого времени, я вообще про него не вспоминала. То есть я поняла, что да, мне это помогло. И я ходила на гастроскопию, само собой, то есть это был на тот момент уже пятый раз, когда я пошла глотать шланг, причём добровольно. На меня всегда врачи смотрят очень удивлённо, конечно, да, что я, ну, ненормальная женщина, конечно, может быть, что я пришла шланг проглотить. Вот, ну, что поделать, как бы, когда жить захочешь, пойдёшь всё, что угодно глотать. Вот, и так как в прошлый, ну, меня смотрел тот же самый врач, который до этого, да, наблюдал. У меня тогда был в последний раз бульбит желудка, то есть это, ну, это много-много язвочек по всему желудку, то есть следующая стадия, по сути, уже язва, да, то есть. Ага, ага. Растаются в одну и в караул там. Вот. Он стал, значит, смотреть, посмотрел, ну, как бы, диагноз, очень лёгкая степень гастрита, прям вот вообще, там, покраснение такое, чуть там, раздражение. И он сопоставил то, что было до, и он такими глазами на меня глядел, что вы сделали с собой, почему у вас вот так вот. Ну, я сказала ему, да, что я говорю, 21 день голодания, там, все дела. Он, конечно, вообще офигел, как бы сказать. Да. Ну, вот так было, да. То есть желудок, я... Вот мы с тобой уже подошли к тому, что мы выявили первый большой жирный плюс, то есть большой аргумент за условное голодание, потому что и ты, и я, мы получили очень мощный оздоровительный эффект во время, прямо уже во время, да, и по окончании первого курса условного голодания. Мой первый курс тоже длился 21 день, но подробно об этом, конечно, рассказывать я не буду, потому что у меня есть целый плейлист на эту тему. Если кто-то из новых зрителей еще не видел моего дневника на Ютубе, дневника условного голодания, вы можете посмотреть этот плейлист вот по ссылочке вверху экрана. Это был действительно видеодневник всех, всех 21 дня всего, да, и то, что происходило, все это было отражено. Поэтому сейчас, когда я говорю, что вот я там за три недели убрала у себя варикоз, мигрень, приливы, там, папилломы и прочее, да, тот, кто захочет возразить и скажет, да, что, типа, брешешь, я просто отправлю свой плейлист с семилетней давности, и пусть человек посмотрит, как в прямом эфире, да, буквально все это выкладывалось в записи. Итак, жирный плюс, большой аргумент за, это очень мощный оздоровительный эффект. Буквально, да, и я, и вот Жанна, и уже теперь, наверное, сотни или даже тысячи моих последователей, клиентов, да, пациентов, участников различных тренингов подтверждают это, потому что тело очень сильно, тело, которое сильно зашлаковано, оно дает мощный, мощный выброс шлаков и токсинов во время этого курса, и это как раз и вот сказывается на общем таком улучшении самочувствия и даже избавлении, как мы видим, да, от каких-то не только симптомов, но и диагнозов. Вот, и теперь мы должны разобрать вторую сторону этой медали, да, какие минусы, то есть какие отрицательные моменты или, ну, какой-то, какой-то наверняка был негативная эмоция, может быть, что-то неприятное. Жанна, вот ты можешь сказать, что в твоей практике условного вкладания было неприятного или отрицательного? Были такие моменты? Ну, могу сказать, конечно, что были. Ну, первое, что вот я сейчас сразу-то вот говоришь, да, что мне сразу первое вспомнилось, это реакция моих родных и близких. Вот да. Это вообще, это было для меня просто самое-самое, потому что, ну, особенно мама, она вокруг меня ходила, и все, она, ей было так плохо. на пятнадцатый день, помню, голодание, она устроила мне истерику, просто, это было что-то ужасное. Она просто орала так, что ты что делаешь с собой, посмотри, ты умрешь, ты понимаешь, что ты умираешь. Ну, она видит, ну, как, я, естественно, я, ну, лицо, оно как бы похудело, да, ну, понятно, нормально, естественный процесс. Я внутренне, вот на самом деле, сейчас я дальше еще минус там скажу, да, вот, я внутренне хожу, просто сияю, я хорошо себя чувствую. Мама же на меня смотрит, то, что у нее в голове там, да, на фантазии там разыгралась. Она кричала, она просто истерила, ты сумасшедшая, вообще, ты, я не могу смотреть, ты ходишь, умираешь заживо просто. Я думаю, мама, ну, покойся уже как бы. То есть для них это было просто что-то из ряда фантазий. Конечно, конечно. Там не есть 15-й день, я просто пью утро отвар трав. Ну, там, да, и соки, там, что-то, все, то есть я умираю. Вот. А еще какой минус? Это, ну, вот, как-то мне просто надоело. Ну, одно и то же есть. Однообразие, однообразие. Просто что-то надоедает однообразие, вот, и психологически, вот, как бы, да, вот хочется чего-то другого там, то просто вроде как отвар трав там с метком, да, ну, там добавляешь, вроде такой сладенький такой отвар, ну, там соки, да. Вот прям хотелось чего-то соленого. Ну, такого, другого, другого вкуса какого-то. Ну, да, какое-то однообразие вкусов, да, согласна, да. Да, ладно. И еще был вот минус то, что, несмотря на то, что это был июль, в том году, июль был вообще, караул какой жаркий, мне было холодно. Я прям вот мерзла. Да, я понимала, что, естественно, я вот прочувствовала здесь действия углеводов, да, ну, то есть, да, когда мы мед добавляем, да, мы пьем, и сразу тепло становится. То есть, я вот это сразу прям, прям интересно даже было за этим наблюдать, как мой организм сразу откликается на это. То есть, в облаке сразу так потеплело, попила, потеплело. Вот, а так прям правда. То есть, ну, я, конечно, много двигалась, дела всякие делала, да, в течение дня. Но мне было холодно, да. Я и носки теплые одевала дома, когда ходила. На улице, конечно, нет, но на улице было жарко, солнце припекало, нормально. Вот, а в помещении, да, в помещении мне было так. Да, это вот, знаешь, все, что ты назвала, это очень такие типичные, очень похожие для многих людей отрицательные моменты. Я тоже это испытывала. Но, слава богу, я не испытывала вот этого негатива со стороны близких, потому что я была в полном одиночестве, когда я творила свое первое словное голодание. И, наверное, это меня прям очень хорошо спасло. Я буквально была одна. То есть, муж был в отъезде, никого не было. Все, что у меня было, это была я и камера, на которую я все писала. А потом уже стали присоединяться на Ютубе там подписчики. Но это были единомышленники. То есть, это были люди, которые были очень заинтересованы вот в этом процессе. И там вопросы посыпались. И начало расти количество подписчиков. И, кстати, вот именно на этой теме у меня с пяти подписчиков, вернее, с нуля подписчиков, там сначала возникло пять каких-то очень таких заинтересованных людей. А потом пошел-пошел рост. Это 50, там и 150. И на сегодняшний день это уже 85 тысяч. То есть, это все люди, которые именно идут на тему условного голодания. Но меня, как говорится, бог избавил от этого, от негативного эмоционального окраса. Но для меня вот это состояние, которое я назвала вот этой, да, вот этой рутиной какой-то, монотонностью каждый день, одно и то же, одни и те же вкусы. Ой, вот опять этот отвар, вот этот мед-лимон, вот это все одно и то же. Да, оно как-то немножко притупляет, вот, как сказать, яркость. Яркость жизни уходит, да, яркие краски уходят. Но, блин, мне кажется, это можно, на это можно закрыть глаза, когда ты видишь, как уходят твои боли. Когда у меня на четвертый день ушла боль из плечевого сустава, когда я не могла руку вообще поднимать до этого полгода, а тут боль уходит. Я подумала, нет, это стоит потерпеть все эти монотонности, когда вижу, что уходит боль. А когда пошли соки, там вообще уже стало как-то веселее, всякие там огуречные, перечные и прочее. Вот, так что это такой минус, ну, с которым можно смириться. Что касается мерзнуть, ну, я жила в Сочи на тот момент, поэтому мне, конечно, было не холодно, там как-то климат спасал. Но очень многие мои подопечные жалуются, что одевают там под 33 носка, под 3 одеяла и грелки, и все такое под бока. Ну да, но это естественно, потому что, да, организм не получает вот того привычного питания, и есть вот это состояние зябкости. Но оно может еще свидетельствовать о том, что проходит интоксикация. Может быть, даже в легкой форме, но интоксикация может затрагивать каждого человека, и это выражается в ознобе. Но это неудивительно, что идет интоксикация, потому что мы из себя выгребаем такую кучу токсинов, и она, эта куча, да, она идет, она проходит через все системы по нашим сосудам, по тканям. Конечно, она нас, ну, ранит, да, она как воспалительный фактор такой большой. Поэтому мы можем так реагировать. Это еще хорошо, что интоксикация проходит в легкой форме. Когда она проходит в тяжелой форме, то это все намного круче. И вот это как раз я хотела сказать о большом жирном минусе, который очень многих, ну вот раньше очень многие испытывали, этот негатив на условном голодании. Это как раз интоксикация. Это тяжелейшее состояние самоотравления, которое выражается и в сильной головной боли, в тошноте, в ознобе и в страшной слабости, когда невозможно просто подняться. Не то, что там встать с кровати, даже голову невозможно поднять, невозможно глаза открыть от того, насколько тебе дурно. У меня пару раз было такое состояние, но не на первом курсе, а вот на последующих. Но я тогда еще не знала, как с этим справляться. Потом, спустя время, когда я изучила эту тему поглубже, я уже поняла, что ее можно и предотвращать, и купировать. То есть очень быстро от нее избавляться с помощью адсорбентов, дополнительных клизм. Ну, потом еще эфирные масла присоединились нам в помощь. Но тогда я не знала, и для меня вот это было просто какое-то страшнейшее приключение, которое можно ждать. Вот. И на сегодняшний день для меня вот это остается, по-моему, единственным минусом таким большим, который человек может ожидать, условно, в углодании. Но, опять же, для того у нас есть мозг, чтобы думать и подстраховываться. И теперь уже, да, обладая знаниями, как и что здесь делать, чтобы не попасть в эту ловушку, я уже учу своих и подопечных, и просто зрителей. Уже несколько видео было об этом, как не допустить интоксикацию. Так что этот минус тоже мы можем его, ну, как бы, вот такое условное поставить. Так, что еще? А, еще из минусов можно назвать, иногда случаются осложнения хронических заболеваний. То есть, с чем мы входим в условное голодание? Конечно же, ты правильно сказал, что это совершенно необязательно, что это борьба с лишним весом. Прежде всего, люди заходят часто именно для того, чтобы свое здоровье поправить. И если у человека уже хроническое заболевание давно, и оно запущено, вот бывает так, что оно обостряется на условном голодании. Вот, это очень здорово, что у тебя не обострился твой желудок, да, что он... У меня зато, вспомнила я, на третий день, по-моему, голова, мигрень, мигрень стал больным. Именно мигрень такая была страшная, что я... Обычно же, когда у меня мигрень, естественно, что я делаю? Я пью таблетки. А тут, получается, что у меня началась мигрень, и я знаю, что это реакция моего организма на голод. Ну, это интоксикация, да, это была интоксикация. И вот это все пошло. Это все. Я думала, я вот здесь уже у меня был вот такой, что надо что-то съесть. Ну, просто чисто вот страшно от того, что и все, у меня голова лопнет. Микрень у меня такая нежуткая, что это караул. Я даже не знаю, как я это перетерпела вообще сейчас. Ну, то есть вот... Но получилось. Слава Богу. Вот это будет тоже, да. Да, знакомо. Но еще раз, да, подчеркну, что сейчас уже, имея опыт, уже и у меня опыт, и у Жанны опыт, и уже на основе этого опыта мы можем поделиться, да, если нужно будет, и если будет такая необходимость, мы обязательно поделимся тем, что мы научим, да, как не допустить этого состояния, или как его ликвидировать, если оно только-только начинает развиваться. Главное, это не запустить до тяжелой стадии. Вот, собственно, и все. По-моему, больше минусов здесь нет. Некоторые еще говорят, что, ну, минус, это клизмы. Ой, клизмы, ой, если бы не клизмы, я бы голодал. Но это просто дело техники. Я так считаю, что, да, первые там три дня может не получаться, ничего, там фонтаны налево-направо. Я тоже через это прошла. Вот. Но это дело техники. Это совершенно классическая процедура в любом медицинском учреждении. Это, да, там есть клизменные комнаты, так сказать. То есть просто надо отточить, да, и понимать, что... Нет, я, конечно, не говорю, что есть, конечно, противопоказания, но это такие редкие случаи, крайние там, когда какие-то патологии есть в кишечнике. А так, в основном, просто научиться нужно этому. Ну, по поводу клизм, вот, хочу добавить просто от себя. Сейчас так... У меня даже видео я отдельное записала, как правильно делать клизму. И у меня там... Я тоже писала такое видео. Многие комментарии, потому что мне пришлось записать это видео, потому что у меня начали спрашивать, а как вы делаете клизму, а как вот у меня не получается. У меня вот, вот ты говоришь там, ну, там что-то не получается, у меня получилось сразу. Вот сразу получилось. Прямо с первого раза у меня всё было в порядке, как будто я всегда это делала. Хотя я делала это первый раз. И вот чисто для меня было такое открытие приятное. В том смысле, что, ну, это не, во-первых, удобно. Вот я именно делала вот эту клизму в позе, ну, на четвереньках, короче. Офигеть, какая удобная поза для клизма. Ну, реально. Да. Это действительно удобно. Что ещё могу сказать? То есть это ни на боку, ни лёжа как-то, ни это. Самому себе прекрасно вот очень удобно это делать. И быстро, и всё получается как-то вообще без проблем. Я тут считаю, что это всё-таки больше в голове. У людей ещё, ну, вот у кого не получается. Ну, кому-то страшно. Кто-то что-то все там, я не знаю, что у них там ещё почему-то как-то не срабатывает. Ну, может быть, как-то логично. Ну, а так, всё нормально, всё вполне доступно. Дел техники. Жанна, скажи, пожалуйста, ты вообще планируешь ещё такие курсы проводить в своей жизни? А как же? Конечно, планирую, да. Ну, даже думаю, в ближайшее время можно будет. В ближайшее время планируешь, да? Да. А ты знаешь, я тоже планирую в ближайшее время. Вот я сейчас скажу, почему я планирую, а потом ты скажешь, почему ты планируешь. Я уже очень давно не проводила такие длительные курсы. Ну, как длительные, чтобы там неделя, две, три, уже очень давно не проводила. Просто потому, что у меня не было необходимости. Ну, то есть я себя хорошо чувствую, мне ничего не болит, мне ничего не беспокоит. Нет лишнего веса, много энергии, хорошо сплю. Ну, всё хорошо. И как бы не было, нет необходимости. Но в последнее время, видимо, немножко расслабившись вот на этой волне, что у меня всё хорошо, я стала чуть-чуть грешить с питанием. Ну, как? Вот это грешить, оно было вынуждено. Потому что в последнее время у нас были какие-то поездки, какой-то отдых, куда-то выезжали, какие-то мероприятия. И когда ты начинаешь питаться вне дома, то ты волей-неволей сбиваешься со своей привычной системы. Дома у меня всё отточено, всё очень чётко. Как только ты выезжаешь, это где-то общепит, где-то фастфуд, где-то там что-то там в гостях, какая-то не очень полезная пища. И я стала чувствовать, что как-то что-то мне перестало нравиться в состоянии внутри меня. То есть именно в желудочно-кишечном тракте. Ну, точнее, в кишечнике мне как-то перестало что-то нравиться. И возникло острое желание вернуться вот в это состояние эйфории, которое я испытывала на своём первом условном глодании. И у меня сейчас непреодолимое желание повторить этот курс. Не могу сказать, что я готова на 21 день, но на какое-то количество дней я готова. А вот как ты смотришь на то, если мы с тобой вместе зайдём в этот курс и будем делиться друг с другом впечатлениями, отзывами? Ну, вообще было бы интересно, я даже не против. Это, кстати, да, для меня лично было бы интересно. То есть не одна всё-таки, а с кем-то. Потому что, да, мне кажется, это будет интересно. А как ты смотришь на то, если мы с тобой будем вести совместный дневник условного глодания у меня на канале? Ну, тоже нормально, да, можно. То есть ты не против, да? Нет, конечно, нет. Я не стесняюсь. Я не казалась. Вот мне кажется, что это будет намного интереснее, чем дневник в одиночку. Потому что, мне кажется, такого ещё не было. Чтобы двое в прямом эфире вели дневник условного глодания, и каждый из нас будет делиться своими ощущениями. Для меня это будет очень интересно и что-то новое. Потому что прошло энное количество лет после моего последнего, да, такого длинного очищения. Мне будет очень интересно, что я буду испытывать в этот раз. Что-то новое или то же самое, всё старое. Или какие будут другие ощущения. А для тебя это тоже будет, ну, как бы, вхождение в ту же практику, но уже в новом состоянии. Ты же уже не та, что была, скажем, год назад, да? Конечно. Что, тогда договариваемся, что мы будем вести дневник нашего совместного условного глодания на моём канале. Будем делать это каждый день? Конечно. Каждый день. И что? И тогда приглашаем наших зрителей присоединиться к этому челленджу. И, кстати, может быть, даже кто-то из них к нам тоже присоединится. Ну, всяко может быть, да? И по комментариям оно будет совершенно свободным и открытым для вопросов. Мы же сможем отвечать на вопросы наших зрителей и разбирать все плюсы и минусы, которые будут у них возникать, да, их негативные, позитивные моменты. И мы сможем об этом говорить, уже основываясь на нашем вот таком совместном опыте. Ну, что ж, я виртуально жму тебе руку. Поплодославляю нас на этот интересный путь. И нам тогда осталось только договориться о дате начала. Но я думаю, что это будет совсем вот уже скоро-скоро. Я думаю, что сделаем тогда анонс о начале и начнём вести наш дневник. Итак, дорогие зрители, предлагаю вам следить за нашим дневником условного голодания, присоединяться к этому челленджу хотя бы просто в качестве зрителей и наблюдателей, задавать ваши вопросы. Итак, поехали! Спасибо. Спасибо.